Приветствую вас! И знаете, что мне бросилось в глаза, как тогда я читал ваше письмо? У вас есть много... не знаю... много не могу. Вы пишите, что не знаете, а хотите ли вы зависеть от мужа. Вы пишите, что смирились с тем, что вы живете там, где живете. И получается так, что у вас желание враслить, желание обладать новой профессией, желание получать новый доход, более высокий доход, связано одновременно и с потребностью зависеть или не зависеть от мужа, и с потребностью жить там, где вы живете. Пожалуй, начать нужно вот с чего. А профессия творческая для души никак не сопряжена с доходом. Вообще! Если вы считаете выбираете для души, то это лучше, то это лучше иначе представлять себе в форме хобби. Хобби, которые принадлежат вам удовольствие, чисто для души для отдыха, не нацелены на получение прибыла. Со временем, может быть, у вас получится сделать из хобби доход, но лишь со временем. Если вы планируете творческую профессию для души над доходом, то всегда будете выбирать тот, кто у вас будет коммерчески более успешным. То, что коммерчески более успешно, сложно связать с профессией для души. Это первый момент. Второй момент. Второй момент связан с зависимостью от мужа. Вы пишите, что не уверены, хотите вы зависеть от него или нет. Значит, это наводит на мысль надуть, что у вас есть проблемы в отношении с мужем. То есть, не все от ним так однозначно. Если есть какие-то проблемы, нужно решить, чтобы вы с этим определились. Далее. Если предположить, что вы хотите от мужчины зависеть, то есть, вот вы решаете, что вы не против зависимости от вашего мужа, то возникают вопросы. В таком случае, вы готовы расти? Готовы развиваться? Готовы, допустим, из одного профессии или нет? Для начала нужно определиться с мотивами. То есть, вам нужно определиться с тем, какой у вас мотив для того, чтобы вообще что-то делать. Потом определиться с направлениями и с приоритетами. Приоритет здесь, я думаю, именно та деятельность, которая бы советовал вам удовольствие в плане наслаждения от непосредственного занятия, а не в плане дохода или чего-то еще. Об этом я уже сказал. Так что, по поводу жилья. По поводу жилья, вопрос такой. А если вы человек творческий, то, опять-таки, что значит творческий человек? В каком именно творческом направлении вы развиваете? Сейчас есть везде интернет, есть компьютеры, и творческим процессом вы можете заниматься и онлайн, не выходя из дома. Поэтому само жилье в городе вряд ли принципиально отразится на вашей работе. Другое дело, что творчество – это всегда свобода, это всегда непринужденность, это всегда фонтальность. Это всегда отсутствие четких сроков и отсутствие программирования. Это всегда, когда человек может раскрыть свой творческий потенциал. А это значит, что хобби для вас становится еще более привлекательной деятельностью, и в следующем я описывал про это, потому что, если вы хотите реализовать себя творчески, то можно и нужно соблюдать условия, которые я указал вам ранее. Далее, вы спрашиваете про общение с людьми, то есть хотите общаться с людьми, и здесь можно сказать, что опять-таки интернет вам помочь, если вы не можете там переехать в квартиру городскую. Но, опять-таки, не очень понятно. Мы говорим, что вы сможете купить квартиру, но дело не в прозывании, и вы смирились. Там вы смирились к тем местам прозывания, где вы сейчас находитесь. Но у вас, как я понял, нет детей и собак. И это значит, что вы неприятны к смертам. И почему? Что заставляет вас смиряться с тем местом, где вам неудобно, где вам не комфортно, где вам тяжело? Уж не мужчина. И не лишне говорить, что для творчества очень негативно и вредно, что на вас оказывают влияние, например, воспоминания, связанные с детством. А может быть, эти воспоминания с детством вам нужно проработать с психологом, чтобы они не мешали вам проживать в хорошем, в остальных смыслах месте. То есть здесь все зависит от вас. Наблюдаются некоторые противоречия, которые мешают вам принять решение. Эти противоречия нужно разрешить, чтобы вы обрели кармонию внутри себя, и тогда, я думаю, дело со мной обратится к вам на ум. И, наконец, последний вопрос. Остали ли женщину самовыдверниться за счет работы? Понимаете? А слова пацановского вопроса не совсем правильные. Никто ни к кому ничего не должен. И женщину не должен. Если у нее есть желание самовыдверниться, если она может и хочет самовыдверниться за счет работы, конечно. Если для нее это деятельность значит. Вообще говоря, о самоутверждении хочется сказать так. Самовыдверняется человек только в том, что для него имеет значение. А на каждом человеке любое действие имеет разное значение. Для кого-то работа приоритетов, для кого-то творчество, для кого-то хозяйство. Зависит от воспитания, моряных ценностей, целей, приоритетов, идеалов, стремлений и желаний. И если, например, кто-то говорит, что единственное самоутверждение за счет того, что она ведет хозяйство, ну, давайте не будем спорить с этим человеком. Он это говорит, пусть говорит. Но если вам это не подходит, и вы считаете, что самоутверждение для вас возможно за счет чего-то другого, смело выбирайте этот путь самоутверждения и идите по нему. Но не ради долга кому-либо, а ради самого себя. Это очень важно. Потому что если вы будете что-то делать ради долга, а не ради самой себя, то из-за мудрости у вас получится не полностью, а то и вовсе зря потратите время. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в суличку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. Спасибо.